Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию к эфесянам Первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем исследовать вторую главу этого послания. Эта глава в понимании экзегетов содержит описание Первое. Погибельного состояния эфесян, в каком они находились от природы. Об этом говорится с 1 по 3 стих и с 11 по 12 стих. Второе. Славные перемены, совершенные в них, возрождающие благодатью, свидетельствует 4 стих по 10 и отдельно 13 стих. Третье. Великих привилегий, получаемых от Христа, обращенными иудеями и язычниками, об этом говорит стих 14 по 22, Павел стремится пробудить, вот напоминанием об этих привилегиях, В эфесянах сознание замечательной перемены, произведенной в них божественной благодатью. Это можно отнести и к той великой перемене, которую та же самая благодать производит во всех переживших переход в состояние благодати. Итак, мы начинаем с описания погибельного состояния эфесян, в каком они находились от природы. Это с 1 по 3 стих и с 11 по 12. И мы читаем с 1 по 3 стих. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, то есть дьявола, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми, то есть между сынами противления, «И мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». То есть здесь апостол Павел говорит о падшей природе. «И были по природе чадами гнева, как и прочее». Но когда мы говорим о падшей природе, не надо думать, что вина может падать на Создателя природы, то есть на Бога, который все сотворил весьма хорошо. И в этом смысле даже природа падших ангелов, то есть бесов, она остается доброй, как учит Иоанн Дамаскин в точном изложении православной веры, искажен смысл их произволения в этом падение этих ангелов. Профессор Иванов, объясняя слова «по веку мира всего», пишет, «разумеется, не только известный период времени, но и свойственный ему характер, или как в русском «по обычаю мира сего», то есть люди поступают по обычаю мира сего, то есть в его падшем состоянии. Профессор Иванов пишет, «И мир здесь вместо людей, живущих в мире». Объясняя слова «по князю власти воздушное», профессор Иванов пишет, «по ходу речи очевидно, что апостол указывает на дьявола, который и в других местах Писания называется «князем мира сего» или «века сего». Здесь он называется «князем власти воздушное». Слово «воздух» в противоположность высшая, светлая или небесная область означает нижнюю часть атмосферы, прилежащую к земле, окружающую человека поднебесную, противоположную небесной, и потому это слово можно понимать здесь в значении «тьма», так как у классиков нижняя часть атмосферы называется «темной». Здесь профессор Иванов ссылается на Гомера, на его работу «Илиада», и он продолжает. «Действительно, апостол далее говорит о необходимости борьбы со властями и миродержателями тьмы века сего, духами злобы поднебесной. По свидетельству Феодорита, Иеронима, Иоанна Дамаскина и других, дьяволу принадлежала и принадлежит власть над воздухом. Так что можно сказать, что демоны обитают в воздухе. Сравните учение церкви о воздушных матарствах. Но ближе к мысли апостола данное выражение можно понять так, что дух тьмы, низверженный с неба, простер свою власть на всю землю и старается окружить человека со всех сторон, как воздух окружает нас со всех сторон, и мы даже вдыхаем его. Люди, которые не стремятся к небесному, попадают под власть князя воздушного, творят волю его. Апостол по образу еврейского слововыражения называет их сынами противления, то есть людьми, противящимися всякой истине. И далее мы читаем с 11 по 12 стих. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемое обрезанное плотским обрезанием, совершаемым руками». О чем здесь пишет Павел? Он пишет о том противостоянии, которое существовало между иудейским и языческим миром, когда эти два мира выступали антагонистами по отношению друг к другу. Но здесь он пишет, что мы должны помнить, что мы были некогда язычники по плоти, то есть по образу жизни, который мы вели во плоти, которых называли необрезанными, так называемое обрезанное плотским обрезанием, совершаемым руками. А что значит так называемым обрезанием плотским? Потому что еще ветхозаветные пророки говорили, вам надо обрезать сердце, внешнее обрезание, завет обрезания, по-еврейски бритмила, это еще не все. Это знак на теле, который должен был указывать на состояние сердца. Совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Так пишет апостол Павел. То есть язычники воспринимаются как безбожники в мире, как атеисты, если хотите. И это удивительно. Казалось бы, язычники верят не просто в Бога, они верят во множество богов. Но почему же они называются безбожниками в мире, то есть атеистами? Потому что есть один Бог. И исповедуя веру во многих богов, они бросают вызов единобожию. Сейчас мир пребывает в таком же языческом раздрае, иначе не скажешь, когда поклоняются политическим деятелям, когда поклоняются олигархам, гедонистам, когда поклоняются образу жизни разложившихся личностей, когда поклоняются тем, которые дорвались до власти, как писал Владимир Сергеевич Соловьев, и от чувства собственного ничтожества, чтобы обратить на себя внимание, а не готовы развязать любую бойню, любой конфликт, даже собственным народом. Профессор Десницкий пишет, общество израильское, народ Израиля, избранный Богом, чтобы стать не просто этнической группой, но единой религиозной общиной, которая должна будет распространиться и на языческий мир. Ведь Бог избрал этот народ как народ-светоч, свет во откровении языков. И эту миссию еврейский народ не выполнил, она была выполнена в формате христианской проповеди. А о самом Христе, младенце, и было сказано, что он и есть свет во откровении языков. Профессор Десницкий объясняет слова «чужды заветов обетования», поясняет, то есть вы оставались непричастны завету, то есть вы не знали закону Божию, который Бог заключил с избранным народом, Израилем. Поэтому завету Израиль получил от Бога определенные обещания, ставшие для него источником надежды. Профессор Десницкий хочет поспорить с тем, что мы уже говорили, «Безбожники, пишет он, не атеисты, а те, кто не знают истинного Бога». Но мы можем поспорить с ним, с уважаемым профессором. Безбожники – это не те, кто не знают истинного Бога, а те, которые на место истинного Бога поставляют разных Богов, каждый из которых символизирует те или иные пороки или те или иные страсти. Далее у нас идет раздел, где рассказывается о славных переменах совершаемых верующих возрождающей благодати. Это стихи с 4 по 10 и отдельно 13. И мы читаем с 4 по 6. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом благодатью воспасены и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». На мой взгляд, это наиболее позитивное свидетельство о том величии, которого мы сподобляемся во Христе. «Христос своей смертью умершвляет нашу мертвость по преступлениям и своим воскресением Он совоскресает нас в Своем вознесении, посаждает нас на небесах в Себе Самом, одесную Бога Отца». Как такое возможно? Мы уже на небесах. «И посадил на небесах во Христе Иисусе и воскресил и посадил на небесах во Христе Иисусе». Если Христос это глава церкви, а мы тело, то когда Его тело вознеслось, это было вознесение церкви, акцидентно было показано то, что ожидает нас всех. Что значит, что мы уже посажены одесную Бога Отца? Сказано, «Единый ходатай, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». То есть, после того, как Христос в человеческом теле воссел одесную Бога Отца по Своему вознесению на небо, Бог Отец смотрит на мир, на нас, через ранность Своего Сына и видит нас оправданными. В блаженной памяти Иерей Данил Сысоев пишет, «Святой Павел возвращается к милосердию Бога Отца. Он воздвиг нас вместе со Христом из мертвых и посадил с Ним на небесах, ибо где глава, там и тело. В лице Христа Бог Отец поднял всех христиан, которые прилипли к Нему как металлическая стружка к магниту. И это дар благодати. Люди становятся членами тела Христова без каких-либо заслуг со своей стороны, только по вере». Далее апостол Павел пишет седьмого по девятый стих «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены через веру и сие не от вас Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился». Здесь апостол Павел проводит мысль, что никто не может хвалиться, что он принял участие в своем собственном спасении. Здесь вопрос о синергии он даже недопустим. Каким бы не был талантливым хирург, он не может делать операцию на собственном своем сердце. Синергия допускается там, где спасенный человек начинает участвовать в домостроительстве Божьего спасения. А здесь сказано, что спасение не от дел, чтобы никто не хвалился. И Ефрем Сирин пишет, «Дабы кто не похвалился делами своими, но дохвалится благодатью, которая помиловала его». И смотрите, что пишет святитель Амвросий Медиаланский, «Я буду хвалиться не потому, что праведен, а потому, что искуплен. Я буду хвалиться не потому, что свободен от грехов, а потому, что мои грехи прощены. Я буду хвалиться не потому, что творил добро, и не потому, что кто-то другой сотворил добро мне, но потому, что Христос мой заступник пред Отцом, и потому, что кровь Христова излита за меня». Конец цитаты. И далее мы читаем, «Ибо мы Его творение, то есть Бог творит во Христе мир как бы заново, ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе, то есть как в новом Адаме, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Но какое главное доброе дело Бог ждет от нас? То, что мы можем назвать делом Божьим, в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 29 стих, сказано, «Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». То есть в Него же, Христа Иисуса. Это самое великое дело, которое мы можем совершить. И здесь с энергии допускается. 13 стих, «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Здесь апостол опять касается вопроса о том, что язычники и иудеи были очень далеко друг от друга, они были народами-антагонистами, но во Христе в силу Его крови мы становимся единым народом. И Ефрем Сирин пишет, «Ныне же, так как вы сделались Христовыми через веру вашу, вы, кои далеко были от Него, сделались близкими Ему, в крови Его, которую принимаете». То есть наиболее полно это происходит в святом причастии, когда уже не видна никакая разница между нами, но насыщаясь одной Его кровью, вкушая единое Его тело, мы становимся единым организмом в Его теле и под Его головою. Далее апостол Павел рассуждает о тех великих привилегиях, которые мы получаем во Христе, и мы и иудеи, и язычники, потому что все противоречия, антагонизмы сглаживаются между христианами. Об этом свидетельствует апостол Павел с 14 по 22 стих. поэтому в принципе конфликт между христианами и христианами он невозможен. И если он происходит, то только благодаря тому, что мы заглушаем свое христианское начало, мы игнорируем свое христианское начало, мы исключаем его из своей жизни, как сказано в апокалипсисе, ты имеешь имя как бы жив, но ты мертв. То есть ты можешь назваться православным, ты можешь назваться христианином, но если ты в конфликте с другими христианами, с другими православными, то ты не являешься таковым по определению. Апостол Павел пишет с 14 стиха и ниже, ибо он, то есть Христос, есть мир наш, слово мир означает не территорию, а состояние умиротворения в данном контексте. То, что выражается еврейским словом шалом, покой, абсолютный покой, без всякого беспокойства, как Христос и говорил, придите ко мне все отруждающие, все обремененные, и я успокою вас. Он господин субботы, как он сам себя называет, то есть господин покоя и мира, он один может дать нам мир и покой. Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший, стоявшую посреди преграду, упразднив вражду между язычниками и иудеями, по сути дела между верующими и неверующими, упразднив вражду плотью своею, а закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Если совершенно неожиданно мы, христиане, возрождаем вражду одних христиан и с другими христианами, ту, которую Христос убил на кресте, мы действуем как антихристы, совершаем что-то противоположное природе Христа. Святитель Амвросий Медиаланский пишет, «Он убрал преграду, разделявшую единство души и тела и целостность простой жизни, и сам стал миром нашим, соделавшись из обоих одно и разрушившим стоящую посреди преграду». Это стоящее посреди преграда, по слову апостола, есть вражда плоти. Амвросий Медиаланский здесь затрагивает аллегорическую сторону вопроса. «Эту вражду Господь устранил и вернул мир, упразднив закон предписаний и заповедей, чтобы создать из двух одного нового человека, который соединяет внутреннего и внешнего человека». Конец цитаты. То есть получается то, что в понимании Амвросия языческий мир – это внешний мир, а иудейский мир – это внутренний мир, ибо слово «иудей» означает восхваляющий Бога, а язычники – безбожники в мире, как мы уже прочитали. Архиепископа Верки Таушев пишет, Господь как бы вновь сотворил человека, примирив и иудеев, и язычников с Богом посредством креста, убив вражду на нем, то есть вражду с Богом, которая отчуждала от него оба народа вследствие их греховности. И здесь святой Павел подчеркивает упразднение в Новом Завете ветхозаветного закона словами упразднив закон заповедей учением и разрушивший стоявшую посреди преграду. О чем это? Закон Божий – это прокурор, который обвиняет нас, но сказано в Евангелии от Иоанна, закон произошел через Моисея, благодать и истина через Иисуса Христа. Человек не способен исполнить закон, как бы он ни старался, и здесь нам нужно действие благодати, то есть здесь нам необходимо пережить встречу с Божественным милосердием. И мы должны избегать любых конфликтов не только между внешним и внутренним человеком, не только между язычниками и иудеями, верующими и неверующими, но тем более надо избегать таких конфликтов, как конфликты между братскими народами и по крови, и по вере в Иисуса Христа. Далее Павел пишет, 17 стиха и ниже, «И придя благовествовал мир вам дальним и близким, потому что через него, то есть через Христа и те, и другие имеют доступ к Отцу». Близкие это еврейский народ, когда Христос начинает свою проповедь, он говорит «идите наипачек погибшим овцам дома Израилева». Дальние это те, о которых Христос говорил «Есть у меня овцы и не сего двора, и сих надо привезти». Это внешние язычники. «Потому что через него и те и другие имеют доступ к Отцу в одном духе». Что значит в одном духе? В духе святом, то есть в духе любви, ибо о духе святом апостол Павел пишет «Любовь Божия излилась в сердца наши духом святым». «Итак вы уже не чужие, и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». И смотрите, что пишет апостол Павел в послании к Колоссянам, 3 глава с 8 по 11 стих. «А теперь вы отложите все гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Отталкиваясь от суровой реальности наших дней, можно сказать, что во Христе Иисусе нет ни американца, ни украинца, ни русского, ни чеченца. Каждый исповедующий имя Иисуса Христа как своего Спасителя для нас брат, любезный нашему сердцу. В нашей стране мы часто слышим такой призыв, который достался нам от наших дедов и прадедов, фашизм не пройдет. Фашизм начинается тогда, когда мы выделяем самих себя и ставим свое понимание выше понимания других людей. Или когда любой другой народ поступает таким же образом. Само слово фашизм означает единство. И когда единство созидается ради национального эгоизма, это преступление, территориального эгоизма, это тоже преступление. Во Христе Иисусе мы обретаем неложное единство, замкнутое на самих себя, на свой народ, на свой этнос. Такое единство эгоистично, во Христе Иисусе, как мы прочитали, нету ни Елена, ни Иудея, ни варвара, скифа, раба свободного, но все во всем Христос. Таким образом, фашизм, который не должен пройти, то есть победить и в нашем сердце, это вера в какую-то нашу особенную исключительность, какое-то наше собственное мессианство, что совершенно недопустимо. единство во Христе и со Христом, это единственная альтернатива тому политическому и военному хаосу, в который нас вергает дьявол. И мы читаем с 20 по 22 стих, «Быв утверждены на основании апостолов и пророков», то есть на основании текстов Нового и Ветхого Завета, «имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем», то есть Он основание нашей жизни, «на котором все здание слагаясь стройно, возрастает святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божия Духа». И вот в блаженной памяти Ирей Даниил Сысоев пишет, «Мы не строим новую церковь». Вот протестанты пытаются каждый раз подстроить свою церковь под новое время, а церковь Божия в этом не нуждается. Она стоит на одном фундаменте апостолов и пророков, то есть на полноте библейского откровения Нового и Ветхого Завета. А самый главный камень, удерживающий все здание, это Христос. На нем утверждается первый ряд апостолы и пророки. Так строится церковь. Она создается как некое единство, в котором, однако, камень не перестает быть камнем, то есть личность человека не разрушается, а входит в органичное единство больше, чем он сам. Человек входит в тело церкви и становится единым целым с людьми и ангелами. Строительная площадка находится на небе, а земная церковь это место обработки материала, где люди обтесываются, чтобы они могли войти в церковь небесную. Поскольку процесс обработки камня и строительства из него единый процесс, то и церковь едина. Вот здесь отец Даниил Сысоев в блаженной памяти он проводит такую аллюзию с тем, что когда строился первый храм, то камни для храма обтесывались вдали от того места, где должен быть построен храм. Чтобы тесла, то есть обточка камней, даже рядом не появлялась с храмовой горой. И совершенно верно отец Даниил Сысоев рассуждает о том, что осуществление единства оно будет осуществляться яко на небе и на земле. Здесь мы готовимся к вечности, здесь мы обтесываем свои собственные характеры, национальные характеры, свои собственные особенности, и это очень важно. И смотрите, что сказано в Евангелии от Матфея, 7 глава 24 по 27 стих, здесь говорится, как важно строить все здание домостроительства нашего спасения на Христе. Это слова самого Христа. Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его велико. Рано или поздно произойдет то, о чем здесь говорится, пойдет дождь. Может быть, он будет состоять из пуль и ракет, и разольются реки, вода – это символ народов, политические конфликты, и подули ветры, лжеучения, и будет испытание церкви, испытание народа Божия. То ли мы основываем свою веру на Христе, как на краеугольном камне, то ли для нас важнее что-то другое. И в зависимости от того, если мы основываем на Христе, мы устоим, потому что христианство пережило множество гонений и множество испытаний. Был период, когда русские княжества враждовали одно княжество с другим, была междоусобица, по сути дела, между каждой областью русских князей, это домонгольский период, и преподобная Ефросинья Полоцкая, она предсказала, «Потому что вы не миритесь друг с другом, Бог нашлет на вас народ, языка которого вы не будете понимать». Она предсказала татаро-монгольское нашествие на Русь. И если мы будем продолжать конфликты друг с другом, православные с православными, славяне со славянами, то Бог отдаст и ту, и другую сторону во власть иноземцев, языка которых мы не будем понимать. И это могут быть китайцы, это могут быть американцы, это могут быть японцы, но любое наказание от Бога, оно не замедлит, если мы не проявляем духа покаяния. И так будем уповать на наш фундамент, на веру в Иисуса Христа, которая исключает возможность конфликта между верующими и верующими. В общине Иисуса Христа были два человека, до обращения ко Христу они были абсолютными антагонистами. Один это Симон Зилот. Что значит Зилот? Зилот это значит скинхед, это значит фашист. Зилот это те молодые евреи, которые нападали на иностранцев, избивали, даже убивали их. И другой был мытарь Матфей, коллаборационист, предатель собственного народа, который собирал подати на оккупантов, и если бы до обращения в общину Христа, до призвания на апостольство, Симон Зилот встретил бы где-то коллаборациониста Матфея, мытаря, он бы привезли его, но в Христе любые антагонизмы, они сглаживаются. Ибо Христос говорит, все творю все новое, посему те, которые возвращаются к вещественным началам падшего мира, они совершают акт суицида, как и говорит Христос, если царство разделится само в себе, оно не устоит. Итак, сегодня, братья и сестры, мы делали обзор второй главы послания к официанам, если мы будем живы, и Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать третью главу этого послания. Подписывайтесь на библейский портал The Get, чтобы вам получать информацию о новых беседах, и берегите себя. Да.